Снова всем привет на канале Олег Нестеров Брест! Сегодня мы уговорили меня подписчики Игорь от Олег, соскучились по работе. Ну что ж, давно хотел, вчера пытался, но придется, наверное, сегодня будем ремонтировать Матис. Работа, сразу скажу, не сложная. Будем убирать очаг ржавчины с последующей покраской. Ну и так как работа не особо сложная, поместим ее в папку в уроке само собой и папочку для начинающих, то есть как начать с нуля под номером 5 это будет. И как все заметили, что там английские буквы S, F, еще какая-то и номер идет. Это для того, то есть это заглавные буквы как начать с нуля. Это для того, чтобы вы могли определиться, то есть найти именно эту папочку быстро. Надеюсь, урок будет вам полезен. Ну, а так как дядя Олег пока у меня безлошадный, то есть едем на Матисе, но... Чего ты там, педали потерял? Чего ты педали потерял? С Кириллом! Отрегулировано не под меня, вернее, не под Кириллом. Сейчас мы поедем, подберем красочку. Ну, а потом в гараже уже продолжим. И снова всем привет на канале Олег Гнестеров. Привет! Ну и, как я сказал, сегодня мы будем заниматься Матисом. А для заряда бодрого и хорошего настроения с утра, как всегда, они до пустыня. Идет человек там, ну, допустим, русский, да, по пустыне, да, все, ему уже все никак плохо. Пить хочется. Бац, ларек стоит. Он к ларьку. В ларьке старый еврей сидит. Он к нему, дай типа воды напиться. Не, воды нету. Есть вот галстук красный. Так она, дебилы, нахрена мне твой галстук? Воды мне дай попить. Ну, воды нету, ну, сказал тебе, нету воды. Вот могу предложить галстук. Да не нужен мне твой галстук, бля. Дай воды. Нету воды. Но здесь вот в километре отсюда есть неплохой ресторанчик. Завидует им мой брат, мой же. Сходи там, там воды вдоволь, там напьешься, все дела. Ну, хорошо, тут побежал, короче, пить хочется вообще. Блин, проходит полчаса, прибегает обратно с таким языком. Давай нахрен галстук свой. А чего? Твой брат меня в ресторан без галстука не пускает. Такой анекдот. Ну, и теперь тема дня. Заставка пошла. Ну, и что же мы будем сегодня делать? А будем мы делать сегодня... Так, вот такая у нас здесь проблемка нарисовалась, да? Здесь коцка, здесь. И много потеков здесь. Это когда мы столиком красили, он слишком жидко все это развел. И получается, что потекло все. Ну, и обработали, конечно, мы тут все наспех. Поэтому и получилась такая байда. Приступим! Ну, и будем снимать крыло, потому что я хочу сделать везде, и под крыльями везде, да? И промазать потом крыло, так как оно... То есть все вот эти скрытые полости тоже сделать. Чтобы потом уже у меня геморрой не лез из-под этих всех. Так что отнесемся серьезно. А для этого надо будет снять, конечно, бампер. Это геморрой, но придется этим заняться. Улица дождь, яд не в грудь. Я устал, я хочу атакнуть. Мои ноги устали и не могут идти. Как-нибудь надо ползти. Ветер тонет, кинет, ветер шапит. Успей, додумывай мысли, иди поскорей. Мои ноги устали и не могут идти. Как-нибудь надо ползти. Постепить. Постепить. И чуть ликает. Вот мы как бы и сняли бампер. Сейчас еще здесь заодно подкрасим. Как бы здесь, как вы помните, мы вытягивали. Здесь дядя лежит, чуть-чуть не дотянул. В принципе, нормально. Для чего я снимаю, потому что, видите, под бампером какая фигня. Вот. И эта фигня потом все равно полезет. Поэтому надо все убрать конкретно здесь. Сейчас снимем крыло. Продолжим всю эпопею. Бампер уже снят. Вот так вот в легкой, непринужденной форме мы сняли крыло. Как видите, здесь вот как бы все хорошо. Ничего не ржавеет. Но мы тоже подмажем. Вот здесь только надо почистить. Вот само крыло. Сейчас мы им займем. Сложного ничего нету. То, что мы сняли крыло, нам позволит сделать всю вот эту вот херню, да. Плюс к тому, что вот здесь вот уже начинаются эти очагиржавчины. Мы их тоже обработаем и обработаем мастикой. Здесь, как видно, то есть конструкция машины позволяет то, чтобы здесь не гнило, да, оно закрывает. Но здесь постоянно собирается вода. И здесь всегда гниет. То есть, если вы сделали как бы наружную обработку, это не значит, что у вас снизу снова не пойдет. Поэтому удалять ржавчину надо везде. Катерть надо убрать, чтобы водки бегут. А дядя Олеже и нахрен нечего. Правильно? Ну да. Вот так. Ну и приступим к обработке ржавчины сначала. Берем такой круг, очочи обязательно. Чи-чи. Так. И будем зачищать. Конечно, кораллом это лучше сделать. Будет такое мнение, что вот этой штукой мы завальцовываем ржавчину, которая там есть. Но я после нее прохожу еще, нет, нет. Я после нее прохожу еще шкуркой для того, чтобы, этой тоже пройдем, для того, чтобы набить рисом. Потому что вот этот круг, когда вы нашлифуете, да, он делает зеркальным металл, гладким. И на него никакой материал не прилипнет. То есть сначала обрабатываю. Почему я начинаю с внутрянки? Потому что сейчас я внутрянку пройду и залью ее цинкарем. И у меня будет время, чтобы цинкарь пока работает, я буду заниматься наружными частями крыла. То есть два в одном совместить. Да, оказалось немножко похуже, чем я думал. Включилась тут дыра, которую мы будем сегодня варить. И сейчас все это обработаем цинкарем. Ну и смазываем все цинкарем. Прямо вот такой-то обрызгиваем. Все очаги ржавчины. Здесь пока не брызгаю. Здесь я хорошо вычистил, но здесь еще сейчас мы будем варить. Поэтому пока я отложил. Ну и цинкар у меня закончился. Я взял вот такую штуку практически. То же самое выпускает ее в Белоруссии, Гомельская, по-моему, область, Гродненская. Посмотрим, что за оно. Там мне прислали тоже типа этого, да, такой с грунтовкой. Но, видите, хлястик завязал перед тем, как болгаркой работал. Так что тоже будьте внимательны. И... Ну, с тем дольше работать, я так понял. Поэтому пока на сегодня этот все. Ну вот он начал входить в реакцию, как мы видим. Вот уже появились такие голубенькие места. Ну и потом его надо счищать. И очищаем. Если до конца ржавчина очистилась, то повторить. Вырезаем ржавчину до живого металла. Но! Вот эти края, видите, у меня лохматы? Я их не обрезал, не убрал. Для чего это сделал? Для того, чтобы мне не потерять эту форму. Потом по бамперу будет свистопляска, да? А сделать латочку именно по форме, которая нам нужна. Которую нам нужно сохранить. Для этого я беру кусочек бумажки. И отбвожу контуры. Грязными пальцами. Здесь я знаю, что нам надо будет загнуть. Так что заранее прочерчиваем. Вот так. И вот так. Вот этого основания. То есть нам нужно будет сделать такой запас. Вырезаем латочку. Как бы складываем вот так. Как мы предполагаем, будет наше крыло, да? И подкладываем. Смотрим. Ага. Тут у нас все подходит. Все нам нравится. Переносим нашу латочку на металл. Очень часто вопрос спрашивают, где же взять металл, чтобы подреставрировать машину. Да? Самый хороший металл это от машины. Я беру в основном с капотов. Потому что там металл потолще. Старый битенький капот. Нашли где-нибудь на свалочке. Или у вас останется от каких-то предыдущих ремонтов. Включаете на капоте свою детальку и вырезаем. Деталь у нас немножко округлой формы. Поэтому и здесь мы придаем той же округлую форму. Ну и после таких манипуляций получается у нас вот такой кусочек, да? Эти не убираем, пока не прихватим. Потому что нам нужно отбить правильную границу. То есть вот так вот у нас будет. Вот так вот у нас это дело будет. И сначала прихватываем, а потом уже обрезаем. Вот это вот не нужно. Еще раз вымеряем, чтобы убедиться. Делаем две прихватки. Очень тонкий метал. Так, прихватили. Обрезаем ненужное. Пока нам это не нужно. Потому что это гнилое все. Это пока оставляем. И меряем овал по бамперу. Но мне неудобно. Ну, сейчас я это попробую делать. Оставляем крылой. И смотрим. Все. У нас все замечательно сходится. Значит, так и оставляем. Можно обваривать. Мерить нужно всегда и все. Потому что бывает чуть-чуть, если вы не попадете в угол, потом придется это все делать шпаклевкой. А на краях шпаклевка, это вообще нежелательно. Края какие-то лепить и что-то подгонять шпаклевкой нежелательно. Потому что это все может отвалиться. Где-то в середине, да, можно. Но не на краях. Я варю сначала внутри, потому что здесь у меня будет больше возможности прижать. Металл очень тонкий, варится говерно. Ну, значит, главное нам прихватить. Самое важное у нас было сохранить геометрию вот этого угла. Что мы и сделали. Здесь, как вы видели, я разрезал. Здесь полукруг тоже мы сделали, но шпаклевочкой все равно здесь придется. И вот здесь у нас тоже кака. И на эту каку мы также делаем латочку. Когда вы уже обварили, как бы вот здесь я кусочек восстановил, да, здесь я просто заварил, здесь восстановил, здесь восстановил. И здесь дырочки я тоже просто заварил. Потому что латочки здесь ставить проблематично. Это все зачистим. Сейчас обаккуратимся. Берем болгарочку и вычищаем швы. Сразу смотрим. Если у вас где-то есть слабые места, как здесь, то есть их тоже нужно подварить, чтобы потом у вас не было проблем. После сварочных работ, чтобы вот здесь не оставалось копоти, вычищаем швы. Ну и после того, как вы закончили первый этап, а именно сварку, да, обработали швы, обработали внутри швов кругом и набили резку. Ну, я набил сейчас. Еще раз обрабатываем цинкарем, чтобы цинкар у вас выел со всех вот этих потаенных мест ржавчины. То есть и снутри, и снаружи. Немножко я подзамудохался. Сварки очень много было. Потому что очень тонкий металл, говеный вообще. Варишь, а он дальше и дальше гнет. Вот видите, как цинкарь входит в реакцию и начинает шипеть и пузыриться. То есть это очень хороший знак. То есть он сейчас все нам отъест. И потом мы это все дело еще раз зачистим и уже будем перешпатлевывать. Здесь вот мне пришлось еще одну латочку поставить, так как металл ужасно тонкий. И, блин, жгет и жгет. Ну, с Божьей помощью залепили. Берем шкурочку 240 и погнали затирать. Ну, и берем эпоксидный грунт. То есть эпоксидный грунт бывает в баллончике. Читайте. Потому что некоторые говорят, что такого не бывает. и покрываем. Вот так. Тонким слоем. Этот грунт сохнет быстро. Достаточно пару частиков. Но я подождал, когда он начнет просухать и немножко его подсушил с обратной стороны. То есть с лицевой стороны этого лучше не делать. и набиваю риску. Если у вас открылся немножко металл, ничего страшного. Ты что, поехал? Давай. Ну, и берем стекловолокнистую шпаклевку, микрофибер. Мне она больше нравится и работает, чем крупное волокно. И многие спрашивают, как же развести шпаклевку. Не надо ничего там делить геморроем заниматься, чтобы ваша шпаклевка сохла. Просто вот берете на всю длину вот такого вот червячка опускаете. Этого вам вполне достаточно. И перемешиваете. Тщательно перемешиваете. Отвердитель специально сделан другого цвета, чтобы вы могли видеть, все ли вы размешали. Чем лучше вы помешаете, тем меньше будет пузырьков у вас в шпаклевке. Пузырьки воздуха это тоже как бы нехорошо. Потом они могут вылазить. Так вот хорошо перемешали и наносим. Форма здесь неудобная, поэтому мы возьмем вот такой резиновый шпатель. И сначала вот так вот вминаем, чтобы у вас не было вот здесь вот воздуха. Все проминаем. Все места, где у вас вот такие вот косячки, хорошо проходимся по ним. Чтобы у вас не было воздуха. Неважно, что тут не так красиво. главное нам избавиться от воздуха. То есть резиновым шпателем и удобно вот эти края сами делать, да? Все, теперь уже закладываем слой. Первый слой может быть не особо косметический такой, да? и как видите на поворотах очень удобно резиновым шпателем накладывать. Вот так вот раскатали все, несколько раз проходим, чтобы выгнать воздух. так вот сделали. Не старайтесь сделать сразу нужную форму. Все это будет делаться последующими слоями. Если у вас уже холодно в гараже, шпатлевка долго сохнет, ее можно подсушить, но сушить ее нужно не сразу, а после того, как она хотя бы 15 минут сама посохнет, и потом вы можете подсушить феном. Но феном лучше сушить с обратной стороны, чтобы обратный слой вы сушили. Чтобы шпатлевка сохла у вас изнутри, то есть снизу. Если же шпатлевка у вас вы будете сушить ее сверху феном, а тем более если вы рано ее посушите, у вас образуется панцирь-корочка, которая не даст высохнуть нижнему слою. Потом со временем появляются пузырики такие, если кто видел на шпатлевке, то есть это нехорошо. Многие думают, что это от воды, когда водой трешь. Но это не от воды, это именно от неправильной сушки, когда человек феном сушит. Много вариантов, об них мы будем говорить далее, об косяках. Много видео уже есть на канале с косяками, есть папочка отдельная, косяки. Ну и хотелось бы сказать, подписывайтесь на сайт, на сайте тоже есть как бы форум, там тоже можно кое-какие вопросы узнать. Сайт называется Гаражный портал, сайт гаражников, то есть это мой сайт, на сайте уже около пяти тысяч человек, близко к этому, по-моему, или четыре, я не помню. Так что, подписывайтесь, милости просим, вот ссылочка. Также подписывайтесь на зелу рацию, на зелу рацию ссылочка будет в видео, в описании видео. То есть на рации много, уже более, наверное, уже 25 тысяч человек там, да, каждый день в онлайне круглые сутки, днем там по 60 человек бывает, вечером, конечно, поменьше, и вы можете спросить что-то у людей, там собрались все гаражники, и знатоки своего дела, и новички, так что можете зайти и спросить совет, который вам нужен, вам ответят, и дадут полезный совет. Хорошо обезжириваем деталь, потому что вот в этих порах может остаться пыль, которая не даст прилипнуть, или потом даст сильный просад, то есть обезжириваем, и уже закладываем обычной, универсальной шпатлевкой. Я пользуюсь основным, такая вот, то есть основной слой уже у нас есть, и сейчас уже будем наносить выравнивающие слои. Ну и действия все те же самые, только уже другой шпатлевочкой, да, также наносим, потому что того слоя, что мы наложили, нам не хватило. Конечно, слой толстый будет, потому что все-таки варили тут так глобально. ничего, что у вас тут полосы такие, то есть это еще тоже слой не на чисто, а первичный. На чисто уже будем ложить третий слой. Ну и пока у нас сохнет шпатлевочка, здесь у нас уже цинкарь поработал, мы можем это место зачистить. После того, как зачистили и обезжирили, наносим эпоксидный грунт, чтобы он у вас попал во все щелки. Не жалея. Ну и вторым слоем мы вот уже выровняли, но остались вот такие вот, я не знаю, увидите, нет поры. Такие мелкие поры уже можно пройти с финишной шпатлевочкой и уже будем перетирать под грунт. Финишная выглядит вот так, она очень мелкозернистая и будем перетирать уже под грунт. Накладывается финишная шпатлевка также и так как у нас уже выровнено, просто локально чуть-чуть стягиваем, сейчас покажу, и уже замазываем вот эти места, все-таки грунтом такое не ульется, поэтому мы просто вот так наносим и уже убираем какие-то большие риски. Ну и все, моем шпателя, то есть и даем высохнуть, сохнет она чуть-чуть дольше и плохо трется финиш. Пока у нас просыхает окончательно тот слой, набиваем риску на грунте. 240-ая риска и обезжириваем. И я беру вот такой вот герметик АПП проблемка с его открыванием получилась. И замазываю швы. Многие спрашивают, Олег, вот ты внутри сделал, а что же там швы эти, будет конденсат собираться. Если вы вот так сделаете, никакого конденсата у вас не будет. То есть швы замажутся. всегда, когда вы сваркой поработали, лучше их замазать. Почему я сейчас замазываю? Потому что потом это будет сделать неудобно на краске. А сейчас он и подсохнет хорошо. и вот так вот хорошо размазываем. таким образом обработав все, это будет служить надежной защитой уже от конденсата. Ну, я одеваю 320-ю шкурочку с мягкой подложкой и замывать сейчас будем все под грунт затирать. И пока сохнет грунт, вернее, пока сохнет крыло, не сохнет, хорошо обезжириваем крыло и те места, где открылся металл, покрываем эпоксидным грунтом. Даже можно так сделать небольшой наносим грунт. Грунт первые слои не делаем слишком толстые. Делаем где-то три слоя с межслойной сушечкой. Смотрим. Улица дождь пьет не в грудь я устал я хочу отогнуть мои ноги устали и не могут идти но как не быть надо ползти ветер гонит меня ветер шепит успей додумывай мысли иди поскорей мои ноги устали и не могут идти но как не быть надо ползти почему тонкий слой делаем и межслойную сушечку если вы сразу делаете толстый слой мало того что у вас может поднять краску толстый слой не просохнет нижний слой не просохнет и потом у вас будут трещины делаем тонкий слой делаем хорошую просушечку и не надо заваливать такими толстыми слоями без фанатизма 3-4 слоя можно накладывать в зависимости от того какой толщины вы можете ну и широкую сильную толстую снимаю перчатки мне очень холодно я ложу спать мне снится там лежали чьи-то останки снится что буду там скоро лежать я прохожу здесь и все это видя вены как стены сжимают меня я просыпаюсь на улице утро дождь идет снова и все как вчера а постепеть еще три-два ночная улица с утра грустный ветер что пылья стук топоров и до сна ну и наносим проявочный слой проявочный слой должен быть другого цвета ну а для чего нужен проявочный слой это вы можете из предыдущих уроков посмотреть то есть завтра мы будем замывать красить кругом и все прелести этой проявки вы увидите крылышко наше все зергут а вот хотел еще показать весной мы делали вот здесь капот да варили варили мы вот это место здесь у нас была дыра мы ее заварили и вот так вот сейчас смотрится то есть ни просадочки ни провалов если кто помнит мы ее под зиму вырезали да ой не вырезали а просто залепливали шпатлевкой шпатлевка это просила буквально месяца через полтора провалилась треснула после чего мы весной заварили капот видео я покажу будет в описании видео и вот здесь в уголку можете посмотреть нажать и перейти на то видео после чего мы его заварили зашпатлевали и заделали ну и до сих пор как бы капот ведет себя нормально хотя капот это та часть где хлопают постоянно да где облокачиваются так что лучший вариант дырку варить ну а на сегодня все надеюсь урок был интересный удовлетворил вашу немножко просьбу да говорят дядя Лена с лекциями уже припарил блин ладно ну а на пасашок как всегда анекдот лес бежит стадо кабанов короче ловятся тут хрена кусты из кустов выходит пьянющий пьянющий заяц он такой стадо стадо все остановились смотрят что-то барзый заяц так сало проблема есть нету все стадо свалило нафиг короче стадо убежало на следующий день то же самое на третий день то же самое ну тебе пошли волку пожаловались говорит волк там заяц пьянющий ну борзеет вообще в кустах беспредельный что делать пошли я с вами пойду бегут короче стадо кабанов и волк те пустые опять заяц выходит стадо стоять все остановились сало проблема есть нету волк вылазит да заяц я твоя проблема сейчас подожди заходит в кусты выводит пьяного медведя так стадо сдриснуло проблема осталась такой алик ну и на все веселые нотки мы закончим надеюсь вам понравилось сегодняшнее видео ставьте лайки не забывайте будет много лайков будет еще что-нибудь интересное ну и хотелось бы пожелать всем здоровья крепкого настроение бодрого никогда не сдавайтесь да все такие дела ну и конечно же друзей побольше врагов поменьше ну и как всегда добра и бабла правильно